МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы уже, наверное, года четыре ездим на чемпионат России. Начинали мы с восьмого места на чемпионате России, сейчас пятое. Жена сама спортсменка, она мастер спорта международного класса по ледкоатлетике. Ну, как бы в семье спорт – это у нас семейный. В команде 11 человек и два тренера. По словам председателя Федерации спорта для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, каждый занимается, по сути, на голом энтузиазме. Ребята не работают и защищают честь своего региона на всероссийской арене. Но некоторые расходы, в том числе витамины и реабилитация, вынуждены оплачивать из своего кармана. За помощью команда обратилась к председателю правительства Александру Смекалину. Ребята в основном нигде не работают. Многие семейные, и получается, что имеют только пенсию. Ну, приходится, все-таки мы инвалиды, дополнительно тратиться на витамины, на питание. Это все идет с семейного бюджета, с пенсии. Но не всегда это приветствуется членами семьи. Ну, и все-таки мы уже пять лет занимаемся. То есть, практически спасибо Минспорту за коляски, за форму у нас, школа создалась. Но занимаемся на голом энтузиазме. Как оказалось, проблема в юридической документации. Леновская команда входит в состав федерации. А по федеральному нормативу спортсмены должны входить в клуб. Система не получается. Есть определенные требования к законодательству. Соотношения там олимпийские, не олимпийские, результаты и так далее, и так далее. По целому, это грустная история. Честно, я сам не понимаю, почему так-то написано. Как в федеральную повестку транслируют, так-то работают. Поэтому сейчас вырабатывают индивидуальные решения именно под нашу общую школу. Две недели возьму, через две недели я попробую результат дать. В планах у баскетболистов войти в тройку лидеров среди команд российского чемпионата. Главное, чтобы здоровье позволяло. Анна Тищенко, новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова